Слава Украине! Привет всем от Полонского! Так, ребята, пока Штаты, видите, не выделили деньги для Украины, для непосредственной прямой помощи Украине, они предпринимают другие усилия с тем, чтобы Украина вооружение получала. Дело в том, что можно делать вот так, вот так вот, да, напрямую, выделили через Конгресс-Сенат деньги, значит, и вот как они в прошлом году делали, и потом уже поставляли то, что есть. Это простой способ. А есть способ вот такой, вот так приблизительно, когда ты чухаешь правой рукой левое ухо. Ну, или наоборот, левой рукой правое ухо. Делать можно по-другому, то есть у Штатов же есть бюджет утвержденный, и в рамках этого бюджета они могут сотрудничать с другими странами НАТО, вполне себе могут. А у этих стран НАТО может быть куча оружия, которая очень востребована у нас. В частности, систем ПВО, которых нам катастрофически не хватает. Одна из таких стран Греция. И вот Штаты вполне могут с ней сотрудничать, и это и делают. С тем, чтобы помочь Греции укрепить свою обороноспособность новым НАТОвским оружием. А у Греции, в свою очередь, есть довольно много советского оружия, или же российского производства оружия, которое было и закуплено в различное время. Которое не было использовано в результате, потому что Греция не воевала последние годы, да? И которое вот пылится на складах. И которое греки, собственно говоря, готовы то ли списать, то ли продать, просто потому что, ну, вот так. А это оружие очень нужно нам. И вот американцы сейчас санкционировали продажу Греции самолетовый F-35. Американцы помогают Греции на 200 миллионов долларов вполне себе в военной помощи. То есть они вполне спокойно им это делают, потому что это не зависит от того закона удлополучного, который они там уже два месяца принимают. Касательно нас, касательно Израиля, Тайваня, мексиканские границы и все это вместе. Это этого совершенно не касается. Их торговля с Грецией совершенно другой, как говорится, каленкор. А Греция взамен за это передаст Украине системы ПВО. Да, так вот интересно, какие системы ПВО есть у Греции. Я не говорю, что они все их возьмут и передадут, но может быть и все. Может и все. Итак, на сегодняшний день у Греции имеется 12 пусковых установок С-300. Неплохо так. 4 ЗРК, Тор-М1. Ну, как говорится, это не самое лучшее, что есть, но в принципе с крылатыми ракетами, с авиацией. И это все справляется вот так вот. Ну, понятно, шахеды это тоже. Дальше. 38 ЗРК, зенитно-ракетных комплексов ОСА. Прекрасно работают против тех же шахедов, против тех же крылатых ракет различных типов. 42 ЗРК Хоук. Это американского производства. Несколько устаревшие, но и абсолютно эффективные вещи, которые опять против крылатых ракет, авиации, вертолетов, чего угодно. И неизвестное количество, но их довольно много у них. Есть такая ЗУ-23-2. Это, знаете, сдвоенная такая пушка, устанавливается на грузовиках, как правило, и с такой точанки расстреливаются те же шахеды или те же крылатые ракеты. Их много. Или по личному составу можно лупануть по легкомбронированной технике. Они используются по сей день и используются довольно эффективная вещь. Ту же мотолыгу можно продырявить с расстояния 2 километра насквозь. Из такой штуки. У них такого много. Вот. То есть вот это все или часть этого всего будет передана Украине в ближайшее время в рамках вот как раз сделки США с Грецией, которая совершенно не запрещена отсутствием нового закона. То есть, видите, не мытьем, так катанием все равно получаем оружие. Фактически от США. Де-факто. Но если так разобраться, Греция передает. Ну а за чьи деньги? Вот так. Греция передает. Субтитры подогнал «Симон»